Начали с серьезных цифр, а закончили взрослыми картинками фломастера. Челнинская полиция отрапортовала. Из 600 подростков, поставленных на учет в полиции, более половины попадались в общественном месте в нетрезвом виде и почти полсотни в наркотическом опьянении или заупотреблении токсических веществ. Эти цифры сегодня озвучили после отравления молодого человека в Альметьевске. Несколько дней назад в нефтяной столице Татарстана скончался 15-летний воспитанник местного хоккейного клуба «Нефтяник». Ему стало плохо после вдыхания содержимого газового баллончика. О ситуации в нашем городе рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних. Курительные смеси, они продаются, как если скрытно, то тогда газ для зажигалок, это продается открыто. То есть снова все упирается в нормы закона. Для запрета реализации зажигалок детям оснований нет. Полиция уповает на бдительность родителей и помощь психологов. Последние откликнулись с большой охотой. Даже рисуют умные схемы, например, вот такие вот графики любви мам и пап к родному чаду. Оказывается, в переизбытке внимания и активности родителей в жизни ребенка от пользы до вреда один шаг. Мы говорим всегда, что любовь, она не должна быть, конечно, чрезмерной. У меня такой вот условный график. Если мы посмотрим на уровень любви и уровень контроля, если со стороны родителей осуществляется чрезмерный контроль, посмотрите, вот эта синяя графа, ребенок, личность ребенка очень расплывчата и приземлена.